Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Владимирович Кириенко. Добрый день, уважаемые друзья! Позвольте мне в первую очередь выполнить почётное поручение президента России и зачитать его приветствие. Буддистам России сердечно поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца. Этот светлый, особо почитаемый последователями буддизма праздник символизирует обновление природы, стремление человека к гармонии и чистоте помыслов, обращает верующих к духовным и нравственным истокам этой древней религии, её неприходящим устоям и ценностям. Важно, что российские буддисты бережно хранят и передают из поколения в поколение традиции предков. Буддистские общины активно участвуют в жизни страны, вносят весомый вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, уделяют неустанное внимание укреплению плодотворного диалога с государственными и общественными организациями. Пусть наступающий год будет для вас счастливым и благополучным, принесёт успехи в добрых делах и начинаниях. Ещё раз с праздником! Президент России Владимир Владимирович Путин! Уважаемые друзья, хотел бы присоединиться к словам поздравления. От всех россиян хочу российским буддистам сказать спасибо, что благодаря вам у нас новогоднее настроение продлевается с 31 декабря до почти конца февраля. Мы все с радостью присоединяемся к этому светлому празднику. Думаю, что в этом году молитвы российских буддистов были особенно искренними и особенно горячими, по крайней мере, судя по тому, что температура бьёт все рекорды и праздник весны приходит к нам ощутимо быстрее. Думаю, что это во многом ваша заслуга. Ну а если серьёзно, я хотел бы сказать слова пожеланий, счастья и радости в каждом доме. У нас здесь присутствуют три традиционных буддистских региона нашей страны. Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Республика Тыва. Я знаю, что здесь землячество из Забайкалья, Иркутска и других наших регионов. В соответствии с лунно-солнечным календарём это не просто Новый год, начинается новый 12-летний цикл. И я уверен, что этот 12-летний цикл принесёт успех, добро, счастье в каждый дом, мир и процветание всей нашей великой стране. Спасибо, с праздником! Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина Николаевна Карелова. Добрый вечер! Для меня сегодня большая честь выполнить поручение председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Участникам и гостям мероприятия «Восточный Новый год в Кремле». От всей души поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю. Традиции празднования Белого месяца имеют глубокие исторические корни и на протяжении веков объединяют народы, исповедующие буддизм. Ценности этого древнего религиозного учения, его устои и замечательной обычай способствуют сближению людей, успешному развитию межконфессионального диалога, укреплению взаимопонимания и сохранению гражданского согласия в обществе. Уверена, что празднование Сагалгана, проводимое в Государственном Кремлевском дворце, в рамках Дней культуры Республика Бурятия в Москве, позволит представить этническое многообразие регионов России, раскрыть их культурный потенциал и продемонстрировать богатейшее духовное наследие нашей страны. Искренне желаю всем прекрасного настроения, счастья и благополучия. Валентина Ивановна Матвиенко. Для меня сегодня уважаемые гости и организаторы праздника. Огромная честь была познакомиться с той выставкой, которую, я думаю, увидели все. И такое впечатление, что Республика Бурятия сегодня продемонстрировала в этих картинах, да и, по сути дела, в каждом экспонате выставки, стремление к солнцу, миру, добру и счастью. Я уверена, что у Республики большое будущее. Я желаю вам успехов, удачи и сегодня самого замечательного настроения. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Солнце в вечном синем небе, просторов сибирской тайги, величественных Саянских гор, полноводных рек и ручьев, несущих свои воды Седому Байкалу, земля чудотворных источников аршанов, дарующих людям здоровье и силу. Сегодня солнечная и гостеприимная Республика Бурятия, в столице нашей необъятной Родины, говорит вам «Здравствуйте!» Амар Мендей! В стародавние времена о самых важных событиях и явлениях в жизни кочевников рассказывали в песнопениях у лидершины сказители. Самые настоящие хранители истории народа они превращали рассказы о предках в красивые легенды и предания. Сегодня я, потомок у лидершинов-сказителей, расскажу вам о том, как древние кочевники называли земли у Байкала. Здесь родилась праматерь золотого рода Чингисхана Алангуа. Здесь, в стране Баргуджин-Тукум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать! Добро пожаловать в наш канал! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одна из самых добрых и прекрасных традиций на Земле — встреча Нового года по лунному календарю. Главным символом праздника Белого месяца является белый старец Саган Убган. Хранитель жизни и долголетия. Вместе с этим божеством в дом приходят здоровье, благополучие и удача. Дерево. Огонь. Земля. Металл. Вода. Философы древности так определили порядок их взаимодействия. Дерево горит и порождает огонь. Догорев огонь создает землю. Из земли добываются металлы. Металл расплавляется и символически образует воду, которая питает все живое. Священный Байкал. Реки его наполняющие источники Аршаны, дарующие здравие тела и духа. И стародавние мифы о проматери-лебеди, красавице Ангаре, богатыре Енисея. КОНЕЦ КОНЕЦ Единственная река, вытекающая из священного озера, породила красивую легенду о том, как дочь Байкала Ангара убежала от отца к могучему Енисею. По мотивам этой легенды был создан спектакль «Красавица Ангара» «Сокровище Бурятского национального балета». «Красавица Ангара» «Красавица Ангара» «Красавица Ангара» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Калмыкия. Самая западная буддийская республика. Сыпной край на берегах Каспия и Волги. Сегодня дарит вам свое творчество визитная карточка национальной культуры Калмыкии. Государственный академический ансамбль песни и танца «Тюльпан». Художественный руководитель Валерий Эрдниев. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTor Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» 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 Девушки отдыхают Монте-Карло, Государственный цирк Республики Бурятия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 души. Ими природа Бурятии щедро наградила всех тех, кто живет на этой священной земле. Сегодня эвянки и сайоты, русские и буряты, как и предки, берегут и развивают традиции своей национальной культуры. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добры создавал DimaTorzok Добры создавал DimaTorzok Добры создавал DimaTorzok Добры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА